всем привет у меня тут неожиданно приключилась такая досадная неприятность я перерезал этим ножом деревяху сказал несколько слов и перед тем как уже заканчивать видео заметил что я оказывается забыл включить камеру но мы ведь не ищем легких путей и так даже будет достаточно интересно потому что sr1 станет первым ножом который будет подряд дважды перерезать деревянный брусок ну перед тем как начать я хочу сказать что мне кажется в тесте на картоне этот нож был просто на голову выше чем dpx хест почему и вообще привязался к этому сравнению именно с хестом ну просто клинок line steel мне очень сильно напоминает хест вот в плане покрытия в плане толщины обуха даже вот эта надпись line steel казалось бы мелочь но все равно навевает какие-то ассоциации именно с тем ножом ну и в целом мне кажется это неплохой соперник с которым можно потягаться но и в итоге если и на деревьяхе он сможет показать хороший может даже лучший результат чем хест то это будет вообще крайне интересно значит в плане заточки нож сейчас уже после теста я правил его на пасти изначально после картона ну в меру меру угла заточки своего сведения острота нормальная без каких-то проблем ну я пожалуй с вашего позволения сразу одену перчатку и скажу что вот это вот место вот этот пропил очень сильно вот худшую сторону влияет на эргономику очень сильно надавливает вот это место резов 5 таких силовых я еще осилил сделать но потом было очень сложно ну что поехали дубль 2 по идее как я это вижу sr1 должен обладать вот этой вот способностью именно разрывать древесину то что я называю не как тоненькие ножи которые вроде бы врезается но у них нету силы выломать такие щепки здесь это способность должна присутствовать как мне кажется интересный момент я как-то уже научился на опыте первого раза как-то даже бодрее сейчас идет даже несмотря на усталость а а 2 минуты 12 секунд но опыт опыт первого дубля не прошел даром потому что в первый раз деревяха была перерезана за 3 минуты 25 секунд 2.12 это еще просто бешеный прирост ну может то что я начинал без перчатки немного но техника техника все забавное конечно было еще раз проделывать этот рез уже заранее зная результат вот но это было полезно то есть такая разница просто бешеная все благодаря тому что я просто приноровился знал куда мне давить как не что делать интересно конечно нарежьте кромки никаких проблем абсолютно всей длиной можно резать немножко мне кажется после второго раза более такой громкий вот этот вот шипящий звук получается но в целом мне кажется на деревях и но у меня сейчас такие размытые воспоминания в плане хеста и они не хочу быть голословным не буду говорить что прямо с 1 лучше хеста был на деревях и но тем не менее уж точно не хуже это я могу сказать с уверенностью ну и теперь две вещи которые которых я хочу сказать именно вот в рамках этого видео потому что как-то в обзор они мне не кажется что подойдут а сейчас у нас с вами такая рабочая обстановочка значит еще после того как я уже поносил этот нож вот я заметил что начал появляться такой вот горизонтальный люфт вертикально все монолитно но горизонтальный люфт появляется я пытался подтянуть осевой это не помогало сейчас после теста на картоне этот люфт усилился а вот после теста на деревьяхе он сейчас усилился еще больше и я постараюсь его продемонстрировать сейчас это даже можно услышать наверно сейчас ветер тут птицы поют мне кажется это слышно вот это вот горизонтальный люфт достаточно чувствительный такой люфт и я знаю что осевым его не убрать значит возможно после разборки сборки что-то станет более понятно но сейчас единственное на что я могу грешить это возможно то что это вот этот вот момент о котором я часто слышал но сам никогда не сталкивался что старопластовые шайбы продавливается что именно вот горизонтальный люфт почему-то и такой вот прям уже очень ощутимый на данный момент вот ну с этим мы еще разберемся в дальнейшем и вторая вещь которую я хотел сказать это вот шпенек я его снял думаю все кто точат на апексе или подобных точилках поймут меня потому что вот этот вот участок он он крайне ценен для надежной установки ножа без каких-то ухищрений и поэтому ну в принципе я совершенно не ожидал что будут какие-то проблемы со шпеньком обычно шпенек состоит из двух половинок одна из которых просто ввинчивается в другую я был уверен что здесь абсолютно тот же случай но только лишь вот после того как я конкретно в это залез вот тогда я понял масштабы данной проблемы шпенек здесь он сделан по-другому он выглядит вот так вот то есть это две половинки но здесь нет никакой резьбы такая трубочка и штырёчек они входят друг друга очень очень плотно то есть они запрессованы по сути друг в друга и и в конце я даже наверно понял что этот шпенек он не сконструирован так чтобы он был съемным потому что вот эта трубка она очень плотно она очень плотно входит сюда то есть это вот до сих пор я пальцами могу запихнуть дальше нужно ее заколачивать туда и точно так же вот эта часть потом входит уже в трубку то есть все эти части они впрессованы в друг в друга очень очень плотно и изначально когда я взял я был уверен что резьба ну максимум на каком-нибудь фиксаторе и я стал прокручивать эту вот половинку и обнаружил что она крутится а вторая часть не крутится но при этом она не не выкручивается наружу то есть ну абсолютно что-то непонятное только через некоторое время я понял что нужно просто просто тащить ружу значит ну видны вот эти царапины то что я тащил именно вот в этом направлении вот но шпинки конечно достаточно сильно пострадали из-за этого и имейте ввиду если будете с этим связываться шпинек на sr-1 такой вот непростой но в целом в плане вот клинка это конечно очень интересный клинок с огромным потенциалом к резу несмотря на то что он безусловно безусловно лом наш первый рекордсмен по нарезанию древесины все надеюсь вам было интересно сейчас я точно знаю что это записалось спасибо за просмотр пока еще пожалуй до забыл забыл показать кромочку поближе и сказать несколько слов по поводу стали значит никаких сколов здесь нету ничего нормальная рабочая острота и это вот та вот привычная и узнаваемая д2 которую мы привыкли встречать на ножах от серьезного производителя д2 которая не требует каких-то супер крутых навыков заточки то есть сталь которая хорошо держит остроту нормально точится и уважается очень многими вот на лайн стиле вот на итальянских вот этих вот ножах это по-моему такая вот золотая середина все спасибо за просмотр пока бай-бай хочу внести важную поправку по поводу люфта дело в том что сейчас уже во всем разобравшись я понимаю что безусловно рано я начал паниковать и придумывать этому ножу какие-то проблемы с шайбами и так далее на самом деле все в порядке и люфт в итоге был устранен дополнительной подтяжкой осевого просто то что меня очень сильно сбило с толку это странное поведение этого осевого винта на этом ноже он достаточно нормально так свободно закручивается до определенного момента когда он очень сильно так во что-то упирается и создается полное впечатление того что винт затянут уже до упора но при этом все равно был люфт ну немножко покрутив его в руках я заметил что центровка клинка в закрытом состоянии очень сильно ушла в сторону сейчас он достаточно близко так к центру вот так вот этот нож и был когда был новый а когда был люфт кончик очень сильно уводило в сторону и это опять же вернуло меня к той мысли что все таки это наверное осевой тогда я вспомнил про ключик который идет в комплекте с этим ножом он вставляется вот в эти отверстия и позволяет создать такой более мощный рычаг но там нужно очень мало на самом деле можно сделать это и простой торксовой отверткой там буквально какая-то доля проворота и клинок становится на место люфт уходит сейчас нож монолитный ход клинка очень плавный приятный никаких проблем шпенек я забил обратно на место заточечку поправил немножко на пасте после теста на древесине все таки чувствовалось что острота самую малость но подсела после этого теста вот и тут еще такой момент думаю стоит это продемонстрировать это относится к тому уровню остроты который приобретает вот этот нож вот эта сталь D2 каждый раз после правки на пасте возьмем газету у американцев в их ножевом сообществе есть такое выражение на английском языке говорится сили шарп то есть дословный перевод на русский это глупая острота глупо острый нож ну естественно это говорится в в хорошем смысле этого слова да но вот просто с этим ножом исходя из того насколько он ломовит то безусловно вот та острота которую он получает каждый раз после правки это вот именно вот это такая глупая острота ну все ну можно еще отметить и то что на микро уровне если вот сейчас присматриваться к режущей кромке в микроскоп после всех тестов то безусловно можно различить какие-то повреждения которые уже невозможно исправить правкой на пасте правка их как бы просто вуалирует скрывает на некоторое время но потом они проявляются в тяжелой работе но опять же это ну микро уровень невооруженным глазом или в десятикратную лупу это даже не заметить поэтому я считаю что что данная D2 отработала очень очень хорошо и в заточке эта сталь мне очень сильно понравилась в общем все в порядке все пока бай-бай